если ехать со стороны районного центра спускаясь буга расстояние где-то километра можно увидеть всего в котором я живу всего примыкает с правой стороны вплотную к лесу лес по краю березовый там дальше внутри сосновый лес искусственного происхождения посадки очень плотные где-то с 50-х годов лес плотный стоит большой стеной вот перекресток на въезде всего что интересно налево пойдешь коня потеряешь прямо пойдешь кошелек потеряешь а если направо пойдешь то сам пропадешь вот я направо пошел поселился в этом селе пропал теперь нет желания за все из этого села куда-либо выезжать ты тут по правой стороне прям возле леса возле стелы стоит скамеечка для уставшего путника потому что когда идешь в лес нужно посидеть отдохнуть и когда выходишь из леса специальное лесное хозяйство устроила вот такие скамеечки их везде много со всех с разных сторон очень много поставлены этот щит агитационный чтобы человек когда заходил в лес не разжигал костер и не бросал без необходимости окурки или спички вот для того чтобы оспечить пожарную безопасность примыка примыкая деревня к лесу в этом месте лесное хозяйство лесхоз делает ежегодно весной опашку вот опахана видно это борозду хорошо опахана и то что вот зеленая это видно мало то что опахана она еще обожжена то есть старая трава сгорела все это делается на под контролем и присмотром лесного хозяйства это вот стелла когда выезжаем а вот этот скамеечка еще скамеечка местными жителями используется для того чтобы ждать ждать скотину когда она придет со стадо вот я тоже на ней посижу и расскажу чем будем заниматься крещение видать здравствуй дорогой подписчик здравствуй уважаемые зрители коровок пасу стадо у нас еще не пасется пастуха нет но обещает вроде бы завтрашнего дня выгнать а пока приходится ходить самому смотреть где где скотина что они делают чем занимаются но разговор в настоящее время будет будет не о тракторе не буду я хохмить не буду вас веселить а буду поднимать такую сложную злободневную тему а эта тема от чего горят деревни от чего ну чтобы не быть голословным я скорее всего проеду вокруг села где я живу и покажу несколько примеров от чего горят деревни хорошая минеральная наша сибирская омская есть свободная минутка пока умнею совсем нет времени свободно пока минутка свободы озвучу собранный материал отснятый материал я начал тему и пытаюсь рассказать от чего горят деревни в сибири в начале мая месяца у нас в омской области в соседнем районе сгорело 50 процентов живых построек в деревне каракуль соседний район ну соседний район одну километр даю на 60 может быть 70 от нас район так расположен что у нас районы вот где мы живем наш саргатский район соседний большевеченский любинский они и так дальше в сторону города тары в основном все идут вдоль и ртш параллельно и ртшу а часть населенных пунктов маленьких деревень где в основном эти деревни основаны местным населением это сибирские татары вот эти вот маленькие по и ртшу близко к трассе деревни и села довольно благополучные высоко развитые а когда уезжаешь километров за 25 за 30 до 50 от ртша дальше вглубь где множество болот густые леса вот эти деревни они находятся в депрессивном состоянии и вот это вот причем вот приезжал прилетал даже на вертолете губернатор нашего омской области посмотреть и выяснить причину от чего сгорела деревня я смотрел этот репортаж смотрю вниз много раз показывает и выяснять причину от чего сгорела и для себя делаю выводы и сравнивать может ли случиться такое чрезвычайное происшествие в нашем селе но я вот так вот посмотрел как у нас расположено село как вот та деревня каракуль у нас такого не может быть во первых у нас центральная усадьба и само географическое расположение села основано совсем по-другому там получилось как в каракуле пришел огонь от близ лежащего камыша то есть деревня стоит на бугре а огороды прямо вплотную примыкают болоту к высохшему озеру камышу а камыш за тушить практически невозможно он горит очень сильно и черный ярким пламенем с выделением огромного количества вот такого черного дыма вот я проехал вокруг нашего села посмотрел как у нас расположено село у нас получается что деревня не деревня наше село бажено с южной стороны по кольцом проходит объездная дорога вот через эту объездную дорогу у нас огонь перекинется конечно может при сильном ветре но очень сложно мало того что у нас есть организации не только наша администрация но есть еще лесное хозяйство которое каждую весну принимает меры для того чтобы исключить такое ощущение происшествие как пожар то есть весной они выезжают и делают обжиг обжиг вокруг вокруг села выжигают обочины чтобы от окурка не могло загореться скептики наверняка скажут что пожар возникает от того что прекращена какая-либо хозяйственная деятельность я специально вот объехал село с разных сторон как с южной как с восточной так и запад но северный у нас лес там все уже сделано приготовленного часу можно будет наглядно увидеть что все ближайшие поля в радиусе там 15-20 километров обработаны засеяны а вот это вот я с другой стороны заехал этот значит ферма бывшая колхозная сейчас она находится владением кфх и все поля скотина все нету старой травы скотина ходит все значит собирает убирает и все вытаптывает и старой травы пока где бы по полю а вот это вот видно хозяйственной деятельности кфх вот у них весной посевная и все все вот ближайшие поля которые близко к дороге они удобны они все засеяны вот сейчас идет весенние посевная и она идет прямо напротив жилого озера вот с правой стороны будет деревня посередине озера сейчас он будет видно всего а напротив но это все в пределах видимости и довольно близко а вот в этом месте до спасибо засеянных полей здесь спасется скотина и старой травы у нас здесь практически нет с какой вот сейчас можно увидеть частные стадо у нас в селе 33 стада вот этот самый маленькая стадо но сколько тут голов ну голов 50 и она точно есть девок вечера пастухи ближайшее время погонят скотину в деревню то где-то часов 6 вечера а если напротив посмотреть вот где находится скотина кфх после деревни здесь у нас тоже старой травы практически нет они тоже выгоняют в округе вокруг деревни пасут скотину а это вот они тоже сейчас загонят скотину на дойку но здесь у него в кфх и кони есть и молодняк а дойное стадо она находится отдельно в другом месте потому что здесь пастухи пасут кони я так думаю к ней вместе с молодняком или просто не пригнали их сюда так близко к деревне ну старой травы здесь тоже нет того что скотина все полностью выедает так чтобы шел огонь по старой траве у нас у нас такого нет у нас все поля либо разработаны обработаны а сейчас весной посеяны и прямого соприкосновения с огнем быть не может ну что все сделано все предусмотрено так и а у нас в настоящее время ведется активная хозяйственная деятельность как частными как частниками вот такими вот как я так и крестьянско-фермерским хозяйство у них там совсем большие совсем другие объемы и большие вот видно у него и молодняк стоит и кони вместе так а тут сейчас посмотрим а здесь видно что тоже но здесь вот не делали опашку а здесь сделали дискование было опахано каждый год опахивается но если вес ветер сильный огонь может через опашку перекинуться протащили вдоль дороги дисковые борны бдт и получилось не хуже чем опашкой вот тоже довольно широкая полоса и одну пройти вот через эту полосу бдт но ему огню зацепиться нечем если конечно только сильный ветер но ну во первых здесь у нас есть своя пожарная охрана сразу же увидит какой-то а это пастухи после дойки пригнали скотину на водопой на озеро фермерская скотина я не знаю это дойное мне сюда плохо видно дойное стадо это сейчас поглядим